Дни романтики И Вятский худмузей тоже в них участвуют Ну и кроме того, не забывайте, что в программе Культпоход вас ждут всегда много интересных вопросов Если вы на них дадите столь же интересные ответы, то получите не менее интересные призы 211-101 номер нашего телефона Перед Культпоходом мы успеем поговорить на очень серьезную тему Мы на самом деле уже последние 15 минут тут общаемся с нашими гостями И много важных уже моментов и аспектов успели выяснить Если бы вы нас видели, видели бы, какие у нас серьезные лица стали после этих 15 минут Сейчас, я думаю, заново еще надо нам будет проговорить все эти вещи Итак, представляем наших гостей Сергей Толстобров Руководитель бизнес-инкубатора Вятского госуниверситета Сергей Сергеевич, добрый день Здравствуйте И тоже один Сергей еще, Сергей Литвинец Проректор по науке и инновациям Вятского госуниверситета Добрый день У нас есть конкретный повод для встречи Фейковая новость, как мы уже поняли, да? Новость, вышедшая в середине августа Заголовок следующий Биотехнологический кластер возглавил Сергей Сергеевич Толстобров Вот, счастье, это привалило, да? Это не так, как мы успели выяснить за последние минуты Причем мы так поняли, что очень много что не так в этом заголовке, да? Давайте по порядку Давайте по порядку Мы вот до начала передачи, до начала нашего эфира, собственно, мы успели выяснить, что у нас несколько кластеров вообще Не надо смешивать все в одну кучу, да? Биокластер Сейчас мы будем говорить о создании все-таки промышленного кластера Это правильно он называется? Ну, да, я тогда... Сергей Геннадьевич, расставьте все точки над ней Коротенький экскурс, да То есть, действительно, кластеров существует несколько типов И в нашем регионе кластерный тип развития существует достаточно давно Поясните, что такое кластер вообще Кластер это некое объединение То есть, как правило, это объединение близких по такому отраслевому направлению предприятий, организаций, которые работают вместе и выполняют какие-то общие цели Ну, на примере автомобилей, например, есть заправка, есть шиномонтаж, есть автосалон, есть завод, есть завод, который производит запчасти и так далее Есть там ремонтные мастерские Вот это все там объединенная отраслевой спецификой, собственно, является кластером В области у нас традиционно всегда развивалась биотехнология Поэтому у нас в регионе примерно с 2012 года появилось три биотехнологических кластера Но если говорить о последней истории, о промышленном кластере То кластеры, которые были до этого, они немножко другие Это инновационные кластеры Они развивались по правилам, которые задавал в свое время Минэкономразвитие Соответственно, Сергей Сергеевич дополнит наверняка по условиям Там обязательно участвует правительство региона Сейчас же немножко другая тема Сейчас тема промышленного кластера То есть, если кратко, в регионе есть достаточное количество предприятий Это предприятия биотехнологической отрасли Которые понимают, что они таким или иным образом взаимодействуют Соответственно, у них есть общие интересы Им нужна общая инфраструктура Они понимают, что для развития и в результате развития этой инфраструктуры Они смогут двигаться вперед То есть, все выиграют Да, все выиграют Соответственно, эту тему уже курирует Минпромторг Цель, в том числе кластера, таким объединенным коллективом Таким общим кулаком Выйти на Минпромторг И попытаться получить какие-то дополнительные ресурсы Для создания инфраструктуры Вот это если кратко То есть, если совсем структурировать То у нас, получается, картинка 3 было, 4 появился Ну, это на самом деле не совсем так Появился или еще все-таки Появляется Появляется Да, да, да Вот я почему-то иду, что в заголовке Там тоже немножко Поставили немножко Телегу впереди лошади События, да, пережающие Потому что для того, чтобы, наверное, что-то возглавить Оно должно сначала появиться И так далее То есть, ну, наверное, порядок Там предприятия решают, что мы кластер создаем Появляется управляющая компания Появляется управляющая компания Руководитель, да Там в качестве одного из предложений У нас и был как раз уважаемый Сергей Сергеевич А как идея эта зрела? От кого исходила эта инициатива? От именно по промышленному кластеру Когда начались обсуждения этого вопроса? Ну, такое Сергей Сергеевич, подключайтесь Да Ну, документы Федерального министерства промышленности и торговли Они появились в 2015 году Где было разработано правило поддержки промокластеров И те правила По которым эти промышленные кластеры должны развиваться И основой, конечно, кластера являются промышленные предприятия Предприятия, выпускающие промышленную продукцию Которые вместе, как уже сказал Сергей Геннадьевич Вместе должны развивать ту приоритетную для региона область В которой они заняты И после этого Стала Нормативка стала напитываться ресурсами У Минпромторга федерального появились ресурсы Для поддержки проектов в этих промышленных кластерах А те три инновационных кластера региональных, которые уже были Они создавались с целью работы с Минэком С Министерством экономического развития И это никак не пересекается между собой? Да, это кластеры различные У них различные условия существования У них различные условия организационные и так далее Когда предприятия, как сказал Сергей Геннадьевич Проанализировали нормативную базу по промкластерам Там есть возможность в первую очередь На инфраструктуру получить поддержку И на развитие новых проектов Предприятий, входящих в кластер То есть так просто никто ничего не даст Нужно развитие, нужны планы Для того, наверное, можно раскручивать спираль по управляющей компании Для того, чтобы Минпромторг федеральный зарегистрировал промышленный кластер Он должен удовлетворять целому набору требований Они все прописаны Вы их все знаете И мы для того, чтобы организовать кластер Мы все как раз по ним и работаем И вот так как при организации нужно выполнить эти правила И нужна там управляющая компания кластера Что собой она будет представить с управляющей компанией? Управляющая компания это будет некоммерческая организация Учредителями, которые будут являться предприятия, входящие в кластер Причем требования Минпромторга Чтобы это было не менее 50% входящих в кластер предприятий Были учредителями Чтобы управляющая компания решала общие вопросы И соответствовала общему интересу Управляющая компания должна быть зарегистрирована Управляющая компания есть, ну скажем, условно 100% учредителей Условно говоря, из них не менее 50% должны быть члены кластера Либо не менее 50% инициаторов должны стать учредителями А как это некоммерческая организация Учредить ее могут любое количество Требования Минпромторга Чтобы те предприятия, которые согласились Я хотел понять, не будет ли среди учредителей людей Из каких-то посторонних отраслей экономики Это только биотехнологи, да? Ну только те, кто входит в кластер Можем сейчас перечислить? Как раз таки Ну те, кто с инициативой вышел хотя бы Ну инициатором прежде всего было безусловно ООН «Наналек» Кроме того, у нас пожелали войти в кластер Все практически предприятия, которые в области биофармацевтики работают То есть это Яворус, СКБМТ, насколько я понимаю Ну то есть это вот практически Тировская фармацевтическая фабрика Агровед Агровед, да То есть опять же там территориальная Росквазма? Или пока? Пока, по-моему, нет Но она участвует? Она участвует, да То есть в переговорном процессе мы участвуем сейчас большим таким собранием Ну и я, наверное, еще к тому, что Сергей Сергеевич добавлю Что вот, ну помимо формальных вещей На самом деле вот эта подоплека создания Она же фактически обсуждается очень давно Потому что вот там Михаил Сергеевич Некрасов Ну уже несколько лет Руководитель непосредственно, да Наналека Несколько лет продвигает идею Что для полноценного развития предприятий Нам нужен такой серьезный R&D-центр Который позволит перейти на полный цикл То есть разрабатывать продукты в регионе Их полностью доводить до этапа производства Производить и продавать То есть тогда вот эта картинка Она там будет полноценной И, собственно, она нам и нужна И как раз R&D-центр это вот, собственно, инфраструктура То есть на текущий момент мы в том числе И там благодаря университету Эту цепочку выстроили Но она должна развиваться Поэтому вот нам нужен промокластер Как давно вообще обсуждается этот вопрос? Когда началось обсуждение? Инициатива, идеи, вот когда начали витать Ну Вы сказали, минус 15-й год, да Минпромторг, собственно, заявил об этих планах Ну в такой конструкции мы собрались, наверное, года полтора назад Первый раз, да То есть вот примерно полтора года работы идет Появилась нормативная база Смотрели, анализировали Как соответствовать Кто должен быть, почему Ну, в общем-то немалый срок Полтора года уже прошло И сейчас в какой стадии? На уровень официальной дорожной карты, так сказать Да, мы, наверное, весной зашли Да, мы вышли весной на официальную дорожную карту То есть у нас сейчас есть достаточно четкий фиксированный план действий И к концу года, согласно этой дорожной карте Мы должны подать заявку и получить регистрацию в Минпромторг Я предлагаю об этом подробнее все-таки поговорить о дорожной карте О дорожной карте О этапах, собственно, работы после небольшой паузы Продолжаем нашу беседу с Сергеем Толстобровым Руководителем бизнес-инкубатора Вятского госуниверситета И Сергеем Литвинцом Это проектор по науке и инновациям Вятского госуниверситета Итак, дорожная карта Дорожная карта, ведь смотри, дорожная карта Это, в принципе, некий план, да? Вот раньше называли план Сейчас так модно стало говорить дорожная карта То есть это план вашей работы ближайшей, скажем так На определенный срок Что именно будет сейчас происходить После того, как вы решили, что этому кластеру быть? Ну, после регистрации некоммерческих организаций Управляющей компанией Уже она будет Регистрация Минюст Да Ну, просто регистрация, да, конечно Значит, уже непосредственно эта управляющая компания Будет ответственна за то, чтобы Подготовить тот пакет документов Который должен войти в Министерство промышленного развития и торговли Для регистрации кластеров Да, потому что законодательством предусматривается Что у кластера должна быть Программа развития Да У нее должно быть На какую перспективу? Перечень Сколько период примерно? Ну, программа развития на какой срок должна быть? То есть Год, два, пять, десять лет, двадцать Финансирование у нас там пока определено на три года То есть как минимум на три года Программа здесь должна быть Три-пять лет, да? Да Да Должны быть утверждены перечень совместных проектов Участников промышленного кластера В частности, о том, о чем Сергей Геннадьевич сказал Это РНД-центр для нашего кластера Такой ключевой проект Ну, то есть это тоже виды работ Которые там сейчас происходят И написание стратегии И проработка вот этих совместных проектов То есть, ну, там Дорожные карты Это такие формальные вещи Нет, но эти вещи нужно делать в определенные сроки Их нужно сделать в определенном сроке Чтобы зарегистрировать в власти в министерстве, да? Вот, то есть это вот Дорожная карта пока предусматривает Такую, скажем, больше бумажную работу Ну, пока это подготовительная, да Содержательная работа Есть вот какой-то срок Когда вы планируете зарегистрироваться уже? В рамках этой работы Мы как раз начинаем понимать друг друга Начинаем выстраивать структуру и так далее Это как бы такие необходимые вещи Нет, ну, то есть получается так Что вы когда вот зарегистрируетесь уже, да Вот регистрация пройдет Потом вы сможете претендовать На определенные финансовые ресурсы Из федерального центра, да? И потом уже только вот эти федеральные Полученные деньги Можно расходовать на те проекты, которые у вас есть Так получается, да? Но эти проекты-то уже есть у вас? Да, на самом деле-то, вот понимаете Просто чтобы не выглядел кластер Неким таким искусственным образованием Которое делается только исключительно ради того Чтобы получить федеральные ресурсы Это скорее приятный бонус Проекты совместно есть и без этого бонуса Как раз мы хотели договорить про план работы База есть, да База есть, то есть, ну, опять же, там, если говорить с точки зрения взаимодействия Там, университета с предприятиями, то у нас проекты практически со всеми предприятиями, которые входят в кластер Да, у нас есть там, ну, мы тоже много об этом говорили Там, совместный проект с АВАРУС, там, да, он связан с подготовкой кадров С, ну, там, с исследовательской тематикой У нас несколько проектов с ОНОНОЛЕК Это там, ну, большой у нас был проект образовательный Сейчас, я надеюсь, будет еще один, там, сходного масштаба У нас уже на текущий момент в проработке, там, на разных стадиях Два проекта по разным препаратам, по фармацевтическим То есть, вот эта работа, она идет, да И она полностью укладывается Она полностью укладывается, да Она полностью укладывается И как раз, ну, вот те ресурсы, которые потенциально можно получить от Минпромторга Они, ну, они в этом же направлении Они ускорят продвижение по тем, там, проектным линиям, которые сейчас уже есть То есть, смысл? То есть, это не надстройка, это не, там, нечто искусственное То есть, это просто, как бы, структура необходимая для того Потому что без этого до этих денег не добраться, да То есть, условно говоря, для этого надо вот очень много бумаг подготовить, которыми сейчас вы занимаетесь, да Условно, без денег, там, сложный проект будет реализовываться сто лет А с этими ресурсами, там, мы его можем сделать, там, за три, за пять лет, то есть, вот То есть, получается, что, вот, Сергей Сергеевич, то, что вы сейчас вот занимаетесь подготовкой вот этих вот именно бумаг вернуть, бумажной части, да То есть, тоже надо, как бы, как можно, получается, скорее бы все это сделать Да То есть, есть какой-то срок уже оговоренный, когда вы, наконец, выйдете с бумагами в министерство? Ну, еще раз, у нас поручение, ну, не поручение, а общее решение, там, членов кластера, да До конца этого года уже представить документы в министерстве На регистрацию, да? Да, да, да Ну, то есть, в принципе, не так и много времени-то уже А в рамках этого кластера, да, промышленные предприятия, которые мы упомянули, о которых мы говорим, они все будут такие равные игроки по весомости? Или как-то вот структура будет определенная, там, кто-то главный, кто-то менее главный Ну, они разного масштаба все-таки предприятия Там, никому не будет обидно сотрудничать вот в таком сообществе? Главный будет тот, кто будет реализовывать новый инвестиционный проект Потому что подразумевается, что заявку на поддержку проекта подаются в случае, если есть и свои инвестиции, да То есть, если софинансировать, да, за счет софинансирования, если инвестиции все происходит Да, если участники кластера, да, там, это же не обязательно все 10 предприятий, там, будут реализовывать один проект Ну, мы не говорим о брендецентре, он нужен для всех, но, возможно, и производственные проекты какие-то, да И так вот, тот, кто решится, кто войдет в это, тот, соответственно, и получает поддержку министерства Ну, то есть, там тоже проектный принцип поддержки Это не какие-то там абстрактные деньги, которые вот просто там возьмите Зарегистрировали и всем Дайте нам немного денег, да А вообще, о каких суммах идет речь? Поддержки из федерального центра? Ну, они были в той статье Ну, просто надо же знать, собственно, на что мы претендуем Там, может быть, шкорка выделки не стоит Сейчас на проекты тех там 18 зарегистрированных промышленных кластеров По России Выделено 170 миллионов рублей То есть на 18 кластеров 170 миллионов, условно говоря, если разделить Ну, по 10 миллионов, практически Ну, это ведь, вы понимаете, это работа Каждый новый проект входит, утверждается, начинается финансирование Не первый год, и вот тот миллиард, о котором говорилось, да, там, к 19-му году Это как раз понимание Министерства промышленного развития Российской Федерации Что будут входить новые проекты, надо будет финансировать старые И вот этот вот снежный, ну, не снежный Ну, все равно как принцип снежного кома определенного Да, и это прекрасно понимают министерства Возникают новые кластеры, а внутри старых кластеров возникают новые проекты, так ведь, да? Да, ну, и они же не одного года реализации, да, они длительны в своем развитии Ну, то есть, этот миллиард, это как некий потенциал финансирования всех кластеров Вот как раз там на рубеже 19-го года, да, то есть, мы там, на какую-то часть его, естественно, будем подавать проект А конкретные уже количественные, качественные показатели вот всей этой работы, они тоже уже запланированы? Ну, а... К чему стремимся? Они есть формальные показатели, да, там, ну, в том числе, там, критерии... Объем производства всех участников кластера, количество рабочих мест, как всегда Это все должно увеличиваться, логично предположить, да? Внедрение новых проектов должно приводить к увеличению, соответственно, именно промышленного производства Поэтому и кластер называется промышленным Основная цель — это увеличение производства и вот именно производственная составляющая кластера Но ведь те предприятия, которые входили вот в эти три прежние инновационных кластера, как вы их называете, инновационных, да? Они ведь тоже промышленные предприятия, они же тоже производят что-то То есть, они ведь тоже могут принять участие в этом, да? То есть, какие-то разговоры-то с ними ведутся или нет, чтобы вот как-то круг-то ширился? Больше предприятий, больше проектов, больше инвестиций? У нас-то такие пересекающиеся множества и фактически, ну, перечень предприятий, он же ведь все равно ограничен То есть, и там при создании промкластера мы ориентировались на все предприятия региона, которые есть, да? Поэтому там приглашали всех И, кстати, у нас, ну, у нас и между теми тремя инновационными кластерами, у нас же предприятия пересекаются везде, да? Я уже не говорю университет, но у него такая особенная роль, да? Да, мы, мы, там, мы все равно должны везде быть, да, и там дружить со всеми, у нас другая функция Вот, но и предприятия тоже, то есть, там, они в нескольких классах Потому что, вот если говорить об инновациях, да, инновации, все равно, в принципе, это некий новый проект, который требует финансирования, требует инвестиций То есть, это очень сильно пересекаются цели и задачи у тех и у этих, вот, да? И чем, вот, может быть, четыре, да? Университет в четырех, получается, уже участвует, но голова не болит Болит Вот, вот, как-то, может быть, это провести такую работу, чтобы попроще было Даже с точки зрения, там, управления какого-то и так далее процессами Чем четыре элемента иметь, может, просто иметь один Ну, такая идея изначально тоже была И промышленный кластер воспринимался как некое объединяющее начало Которое позволит вот эти три инновационных кластера трансформировать там в ней в нечто новое Цели-то, в принципе, одни у всех Да, ну, и, в принципе, наверное, эта цель никуда не ушла И, возможно, эволюционно как-то к этому процесс и придет Что, вот, ну, там, кто хочет работать, кто хочет развивать производство Вот, вот, они, собственно, здесь и концентрируются А руководство предприятий, которое планируется включить в этот кластер Они, ну, объективно понимают, что это такое Они положительно к этому относятся? Ура! Все это воспринимают? Или есть какое-то еще недопонимание? Какая-то боязнь? Сложно, конечно Неуверенность За них говорить, да, у нас тут Не, ну, ваша оценка, собственно, их поведения Ну, мне кажется, они рассматривают это как некую потенциальную возможность Да, ну, мы изначально, когда там рабочими группами собирались Мы обговорили вопрос, что для предприятий участие в кластере не будет каким-то затратным делом То есть, там, никто не будет из них оргвзносы там выколачивать и так далее То есть, для них это Да ладно, простите, он сомнится Нет, да, мы договорились, да То есть, организация бесчленских взносов То есть, опять возвращаясь к статье, там, с которой все началось Это общественная работа, на самом деле Это вот все Некоммерческая организация Да, 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 некоммерческая организация И роль университета А так даже у Сергея Сергеевича обидно, да, то вот были такой человек, у него миллиард в кармане, да И тут вдруг общественные организации, даже участники никаких взносов не выносит Ну, как-то даже не знаю Нет, ну, это опять же, там, стимулирует принципы равноправия, стимулирует принципы, ну, там, не получения какой-то выгоды и, собственно, процесса объединения То есть, не знаю, там, на мой взгляд, это правильно Ну, и, там, правилами управляющей компании оговорено Какие услуги, да, что, для чего создается управляющая компания В частности, управляющая компания создается и для развития тех предприятий, которые входят в кластер Поддержки маркетинговой, там, выставочной и так далее То есть, это организатор Если какие действия управляющей компании будут приносить прибыль тому или иному участнику кластера Он будет за этой, так сказать, своей маржой, он будет, условно говоря, входить обратно в управляющую компанию Обязательный лимит прибыли, он не регламентируется Нет, ничего нет Минимум должны столько это принести Если мы активно, ну, управляющая компания будет активно работать Если увидят пользу предприятия, тогда наверняка и появятся Захотят поддержать У них английской организации деньги, да А если, как вот правильно Сергей Геннадьевич сказал Если управляющая компания будет жить за счет, там, периодических взносов То это не будет Это неправильно Но это еще одна настройка, которая совершенно не нужна И поэтому предприятиям сразу было сказано, что нет, это не какая-то кормушка А это организация, которая должна им помогать Поэтому, возвращаясь к вопросу, то есть, скорее всего, они воспринимают это как некий потенциал И, там, возможность привлечь какие-то ресурсы, ну, там, без затрат на такой, на стартовой стадии Поэтому, наверное, это плюс У нас сейчас будет небольшая реклама Я напомню, что мы беседуем с нашей гостью Сергеем Литвинец Проректор по науке и инновациям Вятского госуниверситета И Сергей Толстобров, руководитель бизнес-инкубатора Вятского госуниверситета И кандидатура Сергея Сергеевича как раз-таки предложена на пост руководителя Управляющей компании, которая, мы говорим, предложена, подчеркиваем еще Это еще не свершившийся факт Мы сейчас прервемся, скоро продолжим Продолжаем наш разговор Мы его не прекращаем даже в прерыве Вятский госуниверситет и несколько ведущих предприятий региона Готовятся к созданию промышленного кластера Вот так, наверное, можно сформулировать Биотехнологии, да Вы, кстати, университет, вот эти предприятия Напрямую сотрудничают, общаются с Минпромторгом В взаимодействии с органами власти региональными Необходимо ли оно, оказывают ли вам какую-то поддержку Или в обход регионального правительства все это делается Поддержка, безусловно, оказывается И там эти вопросы курируются со стороны правительства И мне кажется, это очень положительный факт То, что создание промышленного кластера фактически на особом контроле И уже вошло во внутренние планы правительства И они тоже понимают, что к концу года мы должны этот процесс завершить И перейти на какую-то другую стадию То есть в целом это какой-то будет плюсик Но формально само правительство не будет участвовать в этой управляющей компании По нормативной базе правительство подписывает с кластером соглашение В котором подтверждается, что цели развития кластера совпадают со стратегией развития региона И в этом отличие как раз от инновационных кластеров Где правительство должно было непосредственно участвовать Участвовать в работе Да, среди Но, как сказал Сергей Геннадьевич То, что правительство еще решило взять и на контроль эту ситуацию И участвовать И участвовать в том числе А кто конкретно? В переговорах с предприятиями Кто у нас правительство конкретно этим занимает? Министерство промышленного развития Министерство промышленного развития Ну это, видимо, по вертикали, да? Потому что там совпадают у нас же Компетенции соответствующие А по стране уже есть опыт успешного реализации Кто-то нас опередил уже Где этот промышленный кластер уже создан Есть такие примеры, да? Как это работает? Если говорят уже 180 миллионов Уже распределено В реестре уже 18 промышленных кластеров Уже зарегистрированных 18 То есть мы, вполне возможно, 19-м будем уже Или как? Возможно Правильно, да? Ну, если учесть, что весной в очереди на регистрацию стояло еще порядка, там, по-моему, 30 Ой-ой-ой А, то есть предприятия по стране, они довольно активно откликнулись, да, на эту инициативу И все прекрасно понимают, что это шанс Да, это интересный механизм, и он привлекателен для многих А там нет вот такой лотереи, знаете, как бывает Или конкурса, да, какого-то Кто-то может попросить Кто первые 50 что-нибудь получит, там, или там, нет, такого нет Потому что помню, когда создавались торгово-промышленные палаты, там было жестко Первые 50 торгово-промышленных палат по регионам получат от фонда Рейса Горбачева комплект компьютеров Тогда же это была редкость Это что, 90-е еще были? Начало 90-х Поэтому наша палата стала 47-й и получила вот комплект Я немножко помню До сих пор еще работаю, да, наверное А, кстати, между прочим, из того поколения компьютеры работают до сих пор На домах, я где-то видел, стоят еще старые, древние, живы до сих пор, слушаю, умели делать На домах? Ну, на квартирах, да, то есть они уже списаны давно, естественно, конечно, ну что, господи, им сколько лет Они живы-здоровы С этими чугунными винтами еще Здесь нет такого, что вот надо поспешить, там, войти в 50 лучших, там, я не знаю Надо поспешить, да, это просто, ну, простая математика, о которой мы уже говорили, да, что каждый новый кластер реализует новый проект, на который выделяется государственная поддержка Понятно, что бюджет этого проекта, как проекта кластеров промышленных в России, он не бесконечен И все прекрасно понимают, что может наступить время, когда... Когда просто деньги кончатся, а вы уже опоздали, да? Ну, когда уже наберется такая критическая масса проектов в промышленных кластерах, ну, и, так сказать, уже финансирование федеральное, возможно, ну, как это было с инновационными кластерами, там, хорошо, ну, то есть На 14 хватило, а на остальные не хватило Ну, обещали, обещали-то, по-моему, на 25 Обещали на 25 Но хватило только на 14 Ну, на первом этапе Тем более стоит потратиться Нет, мы не будем проводить параллели, а то у нас какая-то пессимистичная ситуация Нет, речь как раз о том, что есть смысл, да, вот, на самом деле, до конца года уже подавать То, что надо торопиться, это да Это да Ну, это важно со всех сторон Нам необходима реализация новых проектов Нам необходимы, там, РНД-центры для развития биотехнологий Новые предприятия, новые проекты, новые продукты А если оттолкнуться от самих сотрудников этих предприятий, с точки зрения рабочих мест Что конкретно и люди, жители города, области получат? Ну, безусловно, развитие этих проектов, это расширение производства, это, безусловно, рабочие места Поэтому тут плюс для всех Наши конкурентные преимущества, если так говорить, да, такими терминами То, что вы слово инновационное используете, да Потому что есть машиностроительные кластеры, да, там, а у нас сама идея биотехнологического кластера инновационного по сути своей По сути своей, да Биотехнология, это по сути своей инновации, да В этом мы имеем там плюс, скажем, да, на уровне Минпрома, да, что таких кластеров немного еще Поэтому надо пользоваться этим и работать Сергей Геннадьевич, ранее вы не сказали о том, что у университета база серьезная есть, да, для работы в этом направлении И все-таки, может быть, как-то переформатировать еще работу придется, дополнительные изменения тоже вносить Чтобы соответствовать этим требованиям именно университету Ну, я думаю, что, если говорить о формальных требованиях кластера, да, то, скорее всего, нет Скорее переформатирование или как-то там переориентирование работы связано как раз вот с реализацией тех проектов, которые у нас идут А оно идет постоянно, то есть под каждый проект у нас там появляется новое оборудование, появляются новые люди, там, новые компетенции и так далее То есть это такой непрерывный фактически процесс А вот, Сергей Сергеевич, еще к вам тогда вопрос Вы когда говорили, что управляющая компания, она будет, ну, условно говоря, оказывать определенные услуги членам кластера, да, организациям входящим в кластер В том числе, там, маркетингового плана, там, может быть, там, какой-то юридического плана и так далее Но это же требует каких-то людей, то есть там, в этой управляющей компании будет штат сотрудников Что собой будет представлять эта структура? Да, то есть, что такое управляющая компания, если она сможет вот такого рода услуги оказывать, то есть Ну, как правило, чтобы собственный штат не раздувать, да Вот-вот я что и хотел спросить, потому что мы изначально вроде пришли к тому, что управляющая компания, собственно, и средства-то будет поначалу и изначально определенно лишена У нас есть центр кластерного развития в Кировской области, в котором напрямую записан функционал поддержки и развития кластерной политики в регионе Они, как инфраструктурная организация, тоже, мы надеемся, войдут в наш кластер И поэтому на первом этапе Войдут или вы к ним? Они к вам Они к вам Они к вам в кластер А у них есть специалисты определенного рода, да? У них есть специалисты, у них есть определенные финансирования Я думаю, что на первом этапе, да и мы, в общем, обсуждали этот вопрос, да, то есть помощь центра кластерного развития, она будет важна То есть, как бы, вот за счет сотрудничества с ними вы сможете решать определенные свои задачи, да? А потом уже, я так понял, что если все пойдет удачно, то предприятия, которым вы поможете, они помогут вам Да Все правильно, да, такая схема будет То есть, какого-то специального штата в управляющей компании создаваться не будет Да, это еще один привет тем, кто мне звонит Спрашивают, нет ли свободной вакансии, да, там, нет ли вакансии заместителя, предположим, по хозяйственной части У нас приблизится к завершению нашего разговора, все-таки давайте еще раз проговорим, какие сроки ставятся вот сейчас, да? А, кстати, извините, пожалуйста, однако есть хорошие звонки, и их я жду Хорошие в каком плане? Звонят предприятия, кто-то меня знал раньше, еще что-то, и говорят, что да, мы в своем развитии остановились, и вот, считая, что сейчас есть такой кластер, да, мы хотели бы встретиться и поговорить Может быть, это станет стимулом для чего-то Да, да, вот таких звонков мы ждем Телефон не будем озвучивать в эфире Можно найти в интернете К счастью, все быстро находят, ну, и на сайте университета, био-бизнес-инкубатор, есть прописаны все телефоны, я являюсь представителем фонда поддержки инноваций, да, там фонд Бортника раньше его называли, там на сайте есть тоже мои телефоны, адреса меня все находят таким образом сейчас Давайте еще раз повторим, да, о чем я сказал уже, какие сроки сейчас ставятся, вот, подачи документов, всевозможных заявок, оформления организационного, когда нам стоит ждать? Когда вот эта вот новость, и в том, что создан фластер и возглавил футбол, будет ему соответствовать действительности, примерно, вот, когда ждать этого? К концу года К концу года, да Это уже такой дедлайн, да, конец этого года, когда все должно быть сделано, а когда практически уже шаги реализации Ну, если... Приход денег, если все будет в порядке Приход денег, это, ну, не раньше 18-го года, конечно Ну, 18-й год нам сейчас следует на нас, да, так и далеко, на самом деле Ну, то есть мы будем делать все, чтобы это случилось в 18-м году В 18-м году На этом завершаем нашу беседу Ну, что, я думаю, с таким позитивным настроем, да, завершаем наш разговор, да И главное, что я сам начал даже понимать, что хоть произошло-то, да Спасибо нашим гостям Удачи вам, Сергей Толстобров, руководитель бизнес-инкубатора Вятского госуниверситета И Сергей Литвинец, проректор по науке и инновациям нашего опорного вуза Всего доброго Всего доброго, удачи До свидания